1 апреля по всей стране начнется весенний призыв 2021 года. В преддверии этого дня в зале администрации района было проведено совещание, на котором были подведены итоги призыва граждан на военную службу осенью 2020 года, а также были поставлены задачи должностным лицам по организации и проведению призыва граждан весной 2021 года. В мероприятии приняли участие вновь назначенный военно-комиссар Геогинского и Кашхабинского районов Константин Костенков, председатель военно-призывной комиссии района Руслан Емыков, председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев, главы сельских поселений, работники военно-учетных столов, представители МВД, ЦРБ и СМИ. Совещание прошло под председательством главы района Заура Хамирзова. Он представил присутствующим нового военного комиссара района. Сегодняшнее мероприятие я хотел бы начать с представлением Константин Сергеевича Костенков, нового военкома по Геогинскому и Кашхабинскому району. Пожелаем ему удачи, успехов, плодотворной совместной работы и с администрацией муниципального образования, с главами поселений на местах. Затем военный комиссар Геогинского и Кашхабинского районов Константин Костенков подвел итоги организации осеннего призыва 2020 года. В связи с началом призывной кампании «Весна-2021» проводится инструкторский методический сбор с представителями и членами призывной комиссии Кашхабинского района основного и резервного состава. В соответствии с распоряжением главы Республики Адыгея от 11 сентября 2020 года, номер 198, была создана призывная комиссия Кашхабинского района. Ее работа осуществлялась в соответствии с утвержденным планом и графиком. Работа призывного пункта организована в соответствии с требованиями вводящих документов. Происшествий и группах нарушений в ходе призыва граждан на военную службу не зафиксировано. Норма призыва, установленная военным комиссаром Республики Адыгея, выполнена на 100%. Призвано и отправлено в вооруженные силы, другие войска и воинские формирования 51 человек, в том числе сухопутные войска 35 человек, ракетные войска физического назначения 5 человек, войска нацгвардии 9 человек и воздушно-космические силы 2 человека. 95% граждан, отправленные в войска, прошли подготовку по основам военной службы в образовательных организациях. Три гражданина с высшим образованием. Все администрации сельских поселений Кашхабальского района с задачей подправки войска справились. Результаты работы призывной комиссии Кашхабальского района в октябре-декабре 2020 года подлежало вызову 243 гражданина. Вызывалось 218 граждан, явилось 206 человек. Вынесено решение о годности к военной службе 206 гражданам, из которых призвано на военную службу 66 человек, освобождено от призыва на военную службу 48. Из них признаны ограниченно годные к военной службе 43, негодные к военной службе 5 человек, предоставлен на срочек от призыва 87. На организацию работы призывной комиссии выполнение мероприятий, связанных с призывом, положительно повлияли меры, принимаемые администрацией муниципального образования Кашхабальский район. А именно, это оборудование помещения призывного пункта камерами видеонаблюдения, проведение косметического ремонта призывного пункта, совершенствование его оборудования. В ходе подготовки и проведения призыва были проведены следующие мероприятия. 30 сентября 2020 года под руководством главы муниципального образования Кашхабальский район проведено совещание председателями и членами призывной комиссии Кашхабальского района основного и резервного состава главами администрации сельских поселений, на котором проведен анализ работы должностных лиц в ходе призыва весной 2020 года и выработаны конкретные меры по улучшению работы. 30 сентября того же года главой муниципального образования Кашхабальский район утвержден протокол совещания, в соответствии с которым вседорожным лицам поставлены задачи на обеспечение исполнения гражданами воинской обязанности и предписаны принятия чекающей меры по оповещению максимально возможного количества граждан до 15 октября 2020 года. К освещению мероприятий призыва граждан на военную службу в октябре-декабре 2020 года активно привлекались средства массовой информации Кашхабальского района. Всего в период организации и проведения призыва осенью 2020 года проведено 5 мероприятий по освещению призыва граждан на военную службу в пересках массовой информации. На телевидении Кашхабаль ТВ транслировались сюжеты 30 сентября 2020 года о проведении в автовом зале администрации муниципального образования Кашхабальский район в совещании по подведению итогов призыва весной 2020 года в задачах на осень 2020 года. Опубликовано три статьи в газетиках Кашхабальские вести. Несмотря на положительные результаты, задачи обеспечения исполнения гражданами воинской обязанности в ходе призыва на военную службу в апреле-июле 2021 года остаются приоритетными задачами. Подтверждением сказанного являются предварительные результаты оповещения граждан о явке на мероприятия, связанные с весенним 2021 года призывом граждан на военную службу. Так, по состоянию 31 марта 2021 года из 231 гражданина, подлежащих вызову на призывные комиссии, не удалось заключить в установленном порядке повестки 45 граждан. Довожу задание на весенний призыв. Можно призвать войска 42 человека. В заключении своего вступления выражаю уверенность, что в тесном взаимодействии со всеми заинтересованными структурами мы проведем на достойном уровне мероприятия, связанные с организацией и проведением весеннего 2021 года призыва на военную службу граждан Российской Федерации, проживающих на территории Кашихабльского района. Следующим был вопрос о взаимодействии межмуниципального отдела МВД России Кашихабльский с военным комиссариатом. В отчетном периоде с районного военного комиссариата к нам поступали обращения в отношении призывников. Отработанный полностью материал в полном объеме. Концентрируется у меня и в целях недосыла или поступления с опозданием, допустим, в районный военный комиссариат, в целях его исключения, нарочно передается военному работнику. В большей степени мы контактируем с Дмитрием Васильевичем, нарочно передается ему из рук в руки. Кроме этого, все поступающие запросы о наличии либо отсутствии компрометирующих материалов в отношении призывников, точно так же в день призывной комиссии отрабатываются и точно так же нарочно передается военноучетному работнику. Помимо этого, при необходимости, когда необходимо отработать тот или иной населенный пункт, сельское поселение, в целях установления местонахождения уклоняющихся от призыва призывников, правоохранительный орган не остается в стороне и принимает активное участие. С подробным докладом о работе медицинской комиссии в рамках медицинского обеспечения подготовки граждан к военной службе перед присутствующими выступила заведующая Кашхабльской районной поликлиники Назирет Пчегатлук. Работа медицинской комиссии в ходе призыва осенью 2020 года организована на удовлетворительном уровне. Совместно с главным врачом Кашхабской центральной районной больницы принимались меры по устранению выявленных нарушений к работе и недопущению их впредь согласованию вопросов своевременной госпитализации в лечебные учреждения призывников, направленных на дополнительные обследования. Результаты медицинского оседействования граждан в сравнении с призывом граждан на военную службу осенью 2019 года. Всего оседействовано граждан в 2019 году 187 человек, в 2020 году 206 человек, годные к военной службе 64 человека, в 2020 году 71 человек, годные к военной службе с незначительными ограничениями в 2019 году 71 человек, в 2020 году 67 человек, ограничено годные к военной службе В 2019 году 28 человек, в 2020 году 43 человека. Временно негодные к военной службе в 2019 году 21 человек, в 2020 15 человек. Негодные к военной службе в 2019 3 человека, в 2020 5 человек. Не завершили дополнительные медицинские обследования. В 2019 году таковых нет, в 2020 году это 5 человек. В период осеннего призыва 2020 года граждан на военную службу, на дополнительное медицинское обследование было направлено на 59 человек, что составляет 27,8 от прибывших на призывную комиссию. Пять граждан не завершили обследование в установленные строки. Результаты контрольно-медицинского освидетельствования, проведенного Центром военно-врачебной комиссии, военного комиссариата Республики Адыгея, осенью 2020 года показали, что призывной комиссии Кашихабльского района заключения от негодности граждан в военной службе выносились не всегда обоснованно. Так, после изучения 63 личных дел граждан, освобожденных от призыва на военную службу, ими предоставлена отсрочка 15 человек вызваны на контрольное медицинское освидетельствование. Из них пять случаев решением в языкной комиссии района отменено, что составляет 33% от вызванных на контрольное освидетельствование. Три признаны годными к военной службе с незначительными ограничениями, что составило 60% от граждан этой категории. Далее слово было предоставлено начальнику управления образования Асяд Берзеговой. Она рассказала о том, как проходит подготовка учащихся к военной службе в образовательных учреждениях района. В соответствии с требованиями федерального закона о воинской обязанности и военной службе, постановление правительства Российской Федерации об утверждении положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации, во исполнении распоряжения главы Республики Адыгея от 23 декабря 2019 года о первоначальной постановке на воинский учет граждан Российской Федерации, мужского пола 2003 года рождения и для улучшения качества проведения первоначальной постановки граждан на воинский учет, в последующие годы в образовательных учреждениях района уделяется особое внимание формированию гармонично развитой личности, способной по своим физическим, умственным, духовно-нравственным качествам выполнять должностные обязанности в рядах вооруженных сил, формированию знаний, умений по основам военной службы, формированию системы ценностей, влияющих на жизненное самоопределение. Все преподаватели образовательных учреждений, осуществляющие подготовку граждан мужского пола по основам военной службы, имеют соответствующие квалификационные требования и образование, своевременно проходят курсы повышения квалификации. Для реализации военно-патриотического воспитания обучающихся в общеобразовательных учреждениях имеется необходимый оптимальный набор основных элементов, то есть специализированные кабинеты ОБЖ, треуговый электронный тир, строевая площадка, спортивный зал, спортивные площадки, учебно-набиатные пособия. В кабинетах проводится вся теоретическая и часть практических занятий по образовательным программам ОБЖ, где у учащихся формируется культура воинской безопасной жизнедеятельности, приобретаются навыки оказания первой медицинской помощи. Итоги совещания подвел глава района Заурха Мерзов. Повторю настоятельное требование главы республики Мурата Корольевича Кумпилова. Успешное проведение призывной кампании. В первую очередь, вклад республики Адыгея в дело укрепления односпособностей государства. Во-вторых, это престиж всех уровней власти и каждого руководителя в отдельности. Статующий с 1 апреля 2021 года призывной кампании планируется призывать 42 гражданина Российской Федерации, проживающих на территории Кашхабрского района. Обязательная норма призыва вполне нам по силам. Прошу председателя призывной комиссии лично контролировать своевременное прибытие членов призывной комиссии в соответствии с графиком. Еженедельно информировать меня о результатах работы, а в случае угрозы срыва заседания призывной комиссии или выполнения установленного задания немедленно. Из доклада военного комиссара видно, что из подлежащих вызову на призывные комиссии к весельному призыву 231 граждан получили повестки, а не оповещено еще 45 человек. Прошу всех присутствующих серьезно отнестись к предстоящей работе и добиться 100% оповещения граждан до 15 апреля текущего года. Прошу военного комиссара Геогинского и Кашкабовского районов с целью постоянного контроля, не реже одного раза в месяц, инициировать проведение совещаний по результатам призыва с заслуживанием главы администрации сельских поселений и участковых полномочий. Приоритетным направлением на весельный призыв остается задача стабилизации качественных показателей работы медицинской комиссии, так как количество ошибочных решений, вынесенных врачами и специалистами, остается достаточно высоким. Подчеркну, что результаты медицинского освидетельствия являются одним из важнейших факторов для принятия законного решения о призыве граждан на военную службу. Прошу заместителя главного врача Кашкабовской СРБ, при организации и проведении мероприятий по медицинскому обеспечению призыва основные усилия сосредоточены на обеспечении качественного и своевременного медицинского обеспечения призыва и организации эффективного взаимодействия с медицинскими учреждениями республики по вопросам проведения диагностических исследований и медицинского обследования граждан, подлежащих призыву по направлению отдела военного комиссариата вне очереди. Уважаемые коллеги, уверен, что решение поставленных задач нам по плечу – это не только гражданский, но и человеческий долг каждого из вас, от кого в прямом смысле зависит грамотная комплектация воинских подразделений, а значит, и боеспособность вооруженных сил Российской Федерации. Задача поставлена, она предельно простая и предельно понятная. Продолжение следует...